Президент Российской Федерации Владимир Путин установил ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте одного или двух лет. Право на такие выплаты имеют семьи, в которых максимальный месячный доход на одного человека составляет сумму двух прожиточных минимумов трудоспособного населения. Ранее оформление выплат ограничивалось сроком до 1 октября, теперь же президент продлил его до 1 марта следующего года. В условиях введения ограничительных мер по коронавирусной инфекции важно то, что от тех родителей, кто уже оформил выплаты, не требуется обращаться за их продлением. Это произойдет автоматически, без участия заявителей. Одновременно с этим надо иметь в виду, что тем семьям, где родился первый ребенок и в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, выплаты оформлять необходимо. Этим занимаются в Щелковском управлении социальной защиты населения. Эта выплата зависит от дохода. Доход семьи не должен превышать 29 098 рублей на сегодняшний день. В соответствии с данным нормативным документом, ранее семьи должны были предоставлять нам документы о подтверждении доходов при достижении ребенком одного года или двух лет. На сегодняшний день приняты изменения в данный нормативный документ и срок, по которому граждане могут не предоставлять документы, продлен до марта 2021 года. Семьями, где родился или был усыновлен второй ребенок, занимается Пенсионный фонд России. Денежная выплата на сегодняшний момент в Московской области составляет 12 688 рублей, но это не предел, так как она на следующий год обязательно будет индексироваться. Эта выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно проживающей на территории Российской Федерации. Денежные средства зачисляются на банковский счет матери ребенка или ее правоприемников. Если оформление уже производилось, повторяем, никуда идти не надо. Выплата придет автоматически. Если же выплата пока не оформлялась, при рождении первого ребенка надо обращаться в Щелковское управление социальной защиты населения, при рождении второго в Щелковское управление пенсионного фонда. Также выплаты можно оформить через многофункциональный центр, портал госуслуг или сайт пенсионного фонда.